Катепсины 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 Катепсин Катепсины катепсина B и стефина A при различных других видах рака. Наша работа состояла из трех этапов. Первый этап – это инвитро-исследование, клинические исследования и инсилико-исследование. В инвитро-исследованиях мы задались вопросом, есть же все-таки экспрессия катепсина B и стефина A в клеточных линиях почечноклеточного рака, что и мы доказали по сравнению с контрольными клетками. И это явилось дальнейшим нашим продолжением в клинические исследования. Здесь мы, конечно, задались следующим вопросом. Существует ли эта экспрессия катепсина B и стефина A как в опухолевой ткани, так и прилежащей к опухоли паренхимы почки при почечноклеточном раке у одного и того же человека? В данное исследование вошли 43 пациента с опухолями почек. Из них было 40 пациентов с почечноклеточным раком и 3 пациента с ангиомиолипомой. Экспрессия катепсина B и стефина A выполнялась с помощью ПЦР в реальном времени и флюоресцентной микроскопии. У этих пациентов они подвергались оперативному лечению, после которого мы забирали небольшой участок опухолевой ткани и ткани, окружающие опухоль у одного и того же пациента. И в дальнейшем производилась экспрессия на данные исследуемые параметры. Мы получили следующие результаты. Катепсин B, так же как и стефин A, статистически значимо преобладал в опухолевой ткани по сравнению с неопухолевой тканью. Однако соотношение катепсина B и стефина A в опухолевой ткани было меньше статистически по сравнению с неопухолевой тканью. Отмечено, что катепсин B статистически значимо преобладал при гистологически верифицированном почечноклеточном раке по сравнению с доброкачественными ангиомиолипомами. Стефин A себя в этом случае так не показывал. И следующий этап нашего исследования это были инсилико-исследования, которые мы хотели провести для подтверждения доказательства положительной корреляции соотношения катепсина B и стефина A при различных гистологических видах рака почки и неопухолевой ткани. Для этого мы использовали онлайн-базу JPE, благодаря которой мы могли увеличить количество когорту пациента с почечноклеточным раком. И получили положительную корреляцию при различных гистологических типах рака и неопухолевой ткани. Нами отмечена положительная корреляция экспрессии катепсина B и стефина A в клетках почечноклеточного рака человека с помощью анализа белковой флюоресцентной микроскопии. И экспрессия катепсина B и стефина A достоверно прямо коррелирует с развитием почечноклеточного рака и при прогрессировании почечноклеточного рака взаимостимулируя их экспрессию. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Наталья Валерьевна. Есть ли вопросы в аудитории? Поисковая работа подтверждает немногочисленные ранее полученные данные. Мне кажется, что нужно ждать дальнейших исследований. И будем надеяться, что катепсин-стефиновая система найдет свое место либо в прогнозировании, а кто его знает, может быть и в лечении почечноклеточного рака. А есть планы дальнейшие в этом направлении какие-то у вас? Что смотреть дальше вы хотите? Конечно же, нам было экспериментальная работа, она только начата. И в дальнейшем мы, конечно, надеемся на то, что, возможно, это приведет к новому методу лечения почечноклеточного рака либо же по поисковому какому-то диагностическому комплексу для поиска этого заболевания. Спасибо. Большое спасибо, Наталья Валерьевна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!